В 18 веке Сибирский тракт был единственной дорогой жизни. Он соединял отдаленные окраины севера с российским государством. На огромных расстояниях, на протяжении 15-20 верст, стояли ямы, почтовые станции. А ямщики, запрягая лошадей, под звон бубенцов гоняли почту и возили служилых людей. И сегодня у нас есть уникальная возможность проехать по следам государевых ямщиков. Ну что, поехали! Из истории становления Иркутско-Якутского почтового тракта. В 1743 году казачий пятидесятник Захар Байшев получил предписание от Якутской воеводской канцелярии учредить 28 почтовых станций от Витимской Слободы до Якутска. Кто такой Захар Байшев и как ему удалось выполнить нелегкую по тем временам задачу? Воинское звание «пятидесятник» по статусу – это командир подразделения из полусотни человек. В таком составе якутские казаки прокладывали дороги, исполняли пограничную и таможенную службу, а также следили за правопорядком. В свое время генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский писал «Кровью и потом и неустанными трудами якутских казаков завоеваны и освоены громадные территории Дальневосточного края». Захар Байшев относится к плеяде первопроходцев. Этот самоотверженный человек со своей командой проложил тракт, который намного облегчил жизнь северян. В итоге общее расстояние тракта составило 2766 километров. Если представить, что средняя скорость передвижения лошади достигает 10 километров в час, и она проходит в день до 80 километров, то путь от Иркутска до Якутска занимал 34 дня, а до Москвы более трех месяцев. Почтовый тракт 17 века прокладывали по специальному генеральному плану. Нам удалось найти редкий архивный документ, где указаны правила обустройства дорог по всему Сибирскому тракту. «А это уже указ самого нашего императора Александра I с приложением правил устройства дорог. И вот тут очень интересные правила устройства дорог идут. Это должны были распространить всем крестьянским обществом по трактам. Пункты касательные определения общей ширины полосы земли, о дороге, прилежащей, и об аллеях, которые должны быть, о верстовых столбах, где они должны были стоять. Почта в те времена доставлялась эстафетой, и ямщик в любое время дня и ночи, запрягая лошадей, отправлялся в путь, чтобы передать ее следующему собрату по службе. В таких условиях очень многое зависело от коней, которых держали на почтовых станках. Больше всего ценились породы лошадей, привезенные из Томской губернии. Среди них были и кузнецкие, которые исправно служили четверть века. Еще и лошади, которые нам дорогу протоптали. Но якутская лошадь в сравнении с ними обладала одним неоценимым качеством – выносливостью к экстремальным условиям севера. Прошло 275 лет со дня становления Иркутско-Якутского почтового тракта. Летом прошлого года потомки государевых ямщиков прошли по старинному пути своих предков. Экспедицию возглавлял председатель общественной организации Республики потомки государевых ямщиков Анатолий Добрянцев. В составе группы были ученые Юрий Данилов и Екатерина Строгова. Традиции, песни и пляски своих предков представляли руководитель Центра национальных культур Дома дружбы народов имени Кулаковского Ирина Стрекаловская, специалисты культурного центра МВД Республики Юта Асикритова, Лидия Ильян, Нюргуяна Федорова и методист Дома культуры села Титары Валерий Варфоломеев. Оператором этого путешествия был Ариан Иванов. Путь на территории Иркутской области они преодолели за 8 дней. А сегодня мы проедем с ними от поселка Витим Ленского района до бывшей почтовой станции Иннях Алёкминского района. Поселок Витим расположен на берегу Лены в 3 километрах от границы с Иркутской областью. Образован как Зимовья в 1621 году, затем стал почтовой станцией. При открытии Бадайбинских золотых приисков Витим выполнял роль перевалочной базы для золотопромышленников. Научно-исследовательская экспедиция по следам государевых ямщиков, приехав в Витим, посетила историко-краеведческий музей школы. За все время путешествия по Иркутской области именно здесь удалось увидеть не только карту почтового тракта, но и интересные экспонаты, рассказывающие о быте приленских ямщиков. В поселке Витим удалось встретиться с долгожительницей, 97-летней Лидией Анатольевной Биряковой. Она прекрасно помнит события давно минувших дней. Все вот эти деревеньки, я их все проезжала на лошадях, до Киринска. В каждой деревне едешь, дом стоит, стоит амбар двухэтажный, дворы конские, сзади там банька стоит. Вот так в деревнях все было по порядку. И знаете, такие ворота красивые, окна с составнями. А теперь ни одной деревеньки нет. Мне так жалко. Вот так вот. Среди мы должны были выехать на лодках, ветер разыгрался. И руководитель верхнеленского пароходства Николай Степанович Труфанов дал этот теплоход до Ленска. Мы проезжаем станцию Пеледульская. В этих местах над ленной рекой возвышается 11-метровая скульптура, созданная руками мастеров из поселка Пеледуй. Возможно, этот образ появился благодаря роману «Угрюм река». Синильга? Когда я родилась, отец вышел из чума и увидел снег. Так и назвали Синильга. Значит, снег. Теперь скульптура Синильги, держащая в руке камень, стала символом труда алмаза добытчиков. На 10-й день путешествия участники экспедиции причалили к набережной города Ленска. В былые времена он был почтовой станцией Мухтуя. Ну а мы, конечно, как потомки государевых ямшиков, сегодня остановились у памятника тройки. И, наверное, этот памятник по всей России такое олицетворение нелегкого труда наших предков, государевых ямшиков. В Ленске участники экспедиции встретились со старожилами из клуба «Мухтуйские посиделки». Гуляй, гуляй, мой конь, пока не споймаю, как споймаю, ладу знаю, шелка мою зону. Галеко не испытывают интереса к истории все те, кто только начинает осваивать вот эти наши нефтяные месторожения, строители силы Сибири. Вахтовый метод сказывается, что они временщики и как чужие. Поэтому, конечно, голос старой Мухтуи должен звучать, голос имшиков должен звучать. И как по этому тракту проезжали гончаров, всегда говорили, что Мухтуи все что? Ходят в пальто, как французы, и танцуют кадри. Историко-краеведческий музей в городе Ленске удивил обилием экспонатов, рассказывающих о летописи прошлого. К сожалению, многие старинные улочки города навсегда утеряны во время катастрофического наводнения, а православный храм чудом остался стоять на своем месте. Протеерей Ленской епархии в миру Анатолий Анатольевич Евстафьев благословил участников экспедиции по следам государевых имщиков, пожелав им доброго пути. Село Нюя считается 77-й по счету почтовой станции от Иркутска. Здесь участники экспедиции услышали новые истории из жизни приленских имщиков. Дед, это имщиками были, и еще работали на золотарей, на Бодобинцах. Зимой ходили конями, груз завозили туда. Вот дед ехал, бабку украл 18 лет, это точильня там ниже нас есть. И вот украл ее бабушку. И она там никогда не была. Я говорю, давай я тебя свожу хоть туда, посмотришь там точильня. Ага, у ней там брат жил, и они никогда не виделись. Вот как воровали. Ну, ей вот было 15 июля, 115 лет было бабушке. У каждой почтовой станции своя история. А рассказы старожилов объединяет одно. Это последнее поколение, которым есть что вспомнить о жизни имщиков. Участники экспедиции, понимая этот факт, записывали не только воспоминания, но и старинные песни. Далее, отправляясь из Ленского района на Олегминскую землю, потомки имщиков заехали в село Чапаева. Судя люди, судя бог, кого я любила, по морозу босиком к милому ходила. Вот раньше пели частушки. Галине Герасимовне Колесовой 87 лет. А раньше такие морозы были, вот сейчас все, 3 метра коня не видно было. Галине Герасимовне было 13 лет, когда она заменила имщиков, ушедших на фронт. Вот я оспарила руку во время войны, вот так вот. А что, почту? Надо заводить, кто будет. Вот так бабушка меня забинтует. Пока я езжу, а что это, вошли, коня что-то, и все. Приеду домой, все в крови. Она снимет с меня телогрейку, заполошит, замоет, опять забинтует. А какие нам эти билетни, ничего, вот все это, вот у меня вот память. Она говорила, все мне память останется. Крепче на баранку держись, Андрей! Мы сейчас на том берегу, на левом останавливались, в почтовой станции Нахтуйск, Алёкминского округа. Оттуда родом это отважный командир Красной армии. Памятник генералу Леониду Ивановичу Котельникову установлен в селе Мача, что напротив Нахтуйска, и олегменчане гордятся своим земляком. И он прошел через горнило всех воин, возглавил отряд московского ополчения в Грозном 1941 году, где и пал смертью храбрых в самые жестокие дни в октябре 1941 года. И с такого дальнего села, и мщицкого села, Леонид Иванович, покинув родину, конечно, он никогда больше не вернулся. Село Нахтуйска еще в советские времена пришло в упадок, и только церковь стоит полтора века и сохраняет память о тех, кто был крещен в этих святых для православных христиан стенах. В настоящее время храм находится в городе Алёкминске. У Нахтуйска появилась особая роль. Там установили таможню Нахтуйскую. В связи с развитием видимо-ленских приисков предотвращали провоз нелегального багажа, контрабандного чая. Были факты, когда купцы, где устанавливали двойное дно на суднах своих, где прятали пушнину, которую скупали за бесценок у местного населения. Живет в этом селе ветеран труда Фаина Николаевна Сойна, потомок ямщиков из рода Леона Ивановича Яныгина, который основал Березовскую почтовую станцию, а его сыновья – Нахтуйскую и Точильную. И у нас был дом большой. Рядом было специально даже коней, где содержали, была здоровая такая конюшня. Вот. И сарай был большой, видимо, где их держали. И ограда была специально большая. На станции Точильная, где родилась и выросла Фаина Николаевна, участники экспедиции обнаружили редкие архитектурные строения, имеющие историческое значение. Смотрите, вот этот амбар, он представляет собой настоящую историко-культурную ценность. Ну, насколько я знаю, я не первый раз проезжаю по этому маршруту. Вот на якутскую часть приления он такой один-единственный. Вот видите, вот эти вот деревянные торчат крюки? Вон они, видите, торчат? Это остатки безгвоздевой конструкции кровли. Одно из древнейших способов устройства, вот русского устройства кровли. Мы такие видели с вами в Тольцах. Его бы, конечно, хорошо было бы в какой-нибудь музей под открытым небом, потому что здесь он просто пропадет. Это баня, которая топилась по-черному. Вот там в глубине мы видим остатки полка, а вот здесь вот она, печик. Вот здесь стояла печь у нее. По-видимому, это станционный дом как раз, потому что у него жилая часть устроена с двумя входами, чтобы хозяева и постояльцы не пересекались. Действительно, станционные дома возводились по специальному проекту. И об этом свидетельствует документ, хранящийся в фондах Национального архива республики. У нас в деревне было таких три дома. Они были вот один в один, одинаковые. Только наш дом был, может быть, чуть покрепче. С улицы мы заходили, выходили уже на задние дворы. А песни пели разные, но как-то в основном, конечно, старинные песни, протяжные. И пели все. И пели все. Вот заехали в почтовую станцию Березовскую, 86-я по счету почтовая станция от города Иркутска. И здесь мы находимся в уникальной часовне. Вот надгромный памятник, память почетному крестьянину Леониду Яныгину, уроженцу Нижегородской губернии. Один из потомков Леона Яныгина, Андрей Яныгин, сегодня сопровождает нас в пути. Один из перспективных молодых глав. Из книги писателя-краеведа Николая Семеновича Щукина «Поездка в Якутск», 1833 год. Кроме земледелия и содержания станции, крестьянин сей занимается и торговлею. С гор спускаются тунгусы и меняют у него свои промыслы на вещи для них необходимые. Купцы покупают у него соболей, лисиц и белку. Мы пришли в дом к нему и удивились, когда к чаю подали нам графин с ромом. Вообразите, за 8 тысяч верст от Петербурга. У нас ведь род-то был особенный. Мало говорили, больше делали. Наверное, так. И если сказали, что сделают, то на них можно было положиться. А потом, и мщики же ведь шли не все люди. Там надо было ведь и в холод ехать одним, ведь и волки были, и медведи по дороге по-разному. Поэтому, наверное, более храбрые люди, думаю. Почтовая станция «Иннях» по счету 87-я от Иркутска. Нашей творческой группе посчастливилось побывать в этом небольшом селе. Удивило все. Не только летопись села и судьбы людей, но и то, что большинство людей носят фамилию Кузьмин. У нас деревня обосновалась примерно в 1730 году. Обосновала это чистокровная ягодка Кузька, со второй неруктянской наследием. Женатая на томской казачке сына Татьяне. В селе Инях сохранился дом знаменитых братьев Кузьминых. Летчика Валерия Ильича и ученого Ариана Ильича. А также о роде Кузьминых ходит легенда, как они отвадили ссыльных черкесов угонять скот. Кузьмин этот, Екифор Ильич, который стал и сказал, если волк повадил сену, значит, он будет постоянно. Надо их догонять и отбивать. Вот собрались пять добровольцев, засаду сделали, перестреляли. А этой Березовской сказали, вы с Кузьминами не сядывайтесь, они все охотники. В этом селе издревле живут не только мужественные, но и веселые люди. Кулагин Давыд Афанасьев был. Ставил сеть, поехал проверять. Когда проверял, подъехал рыбнадзор. Ну и он уже в это время поднимал сеть. Сеть поднимает, вытаскивает, попадает стерлядка. Он ее вытаскивает и говорит, что это не наша рыба. Дальше идет-идет Налим. Налима берет и говорит, что это наша рыба. Потом опять стерлядка идет, он ее выхватывает и в реку. Это не наша. Ну, куда деваться участковому-то? Предъявить ему нечего. Человек по-честному. Даже в принципе, пока мы будем с Капиталиной, не тихо ровно разговаривать, мы не могут. У них времени полно. Путешествие по Алёкминской земле нам довелось почувствовать на себе, каково же преодолевать большие расстояния. Ямщицкая доля была не из легких. По пути следования они попадали в самые непредвиденные ситуации. И вот в настоящее время, проезжая по следам государевых ямщиков, мы увидели горный ручей, который размывает проезжую часть. Возможно, именно в таких местах ямщицкие сани проваливались под лед. Один раз у меня брат заболел. И меня отправили за фельдшером. Это от почты коня взяла и поехала туда, в дельге, за фельдшером. Конь-то провалился. Речь в Кобелях разлился. У меня собачье это было, даха. Я его в лед бросила. Если я, думаю, утону, по этим определять, что я под водой. Вот такое дело. А эта-то каблёшка была шустренькая. И выпрыгнул, это выскочил. И так я осталась опять. Саня-то плавает, но потом доху-то завернулась. И давай, погнала коня, да и дошла. Однажды судьба подарила Капитолине Николаевне шанс найти свою любовь. Когда я имщиком-то работала, а он в армии служил, эти 50-е годы. Письмо я написала на днях первой попавшей девушке. Ну и постельон говорит, даёт. Ну это ты первая попала. Ну и открой, говорит, читай. А мне что-то жалко стало этому молодому человеку. Давай отвечать. И мы переписывались, переписывались. И дошло до любви. И так и мы поженились. И мы прожили сколько? Почти 45. Память о прошлом жива в сердцах и душах старожилов при Ленске химщиков. Она жива, пока мы интересуемся и продолжаем поиски новых фактов, еще не ушедшей в забвение летописи самого грандиозного по своим масштабам Сибирского тракта. Документальный сериал об истории развития Иркутско-Якутского почтового тракта и о потомках при Ленске химщиков продолжается. Поехали! 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 Продолжение следует...